Дорогие мои друзья, подписчики и все, кто интересуется астрологией. Вот и вошли мы с вами в новый 2021 год. Первый наш выпуск космических новостей на YouTube-канале вышел в самом конце 2019 года, и со многими из вас мы уже общаемся целый год. Я рада продолжать делиться с вами важной информацией космического масштаба и хочу обратить ваше внимание на первое в новом 2021 году Новолуния, 13 января. Существует важное правило, как встретите Новолуния, так и пройдет ваш новый лунный месяц. Поэтому я и мои коллеги-астрологи уделяют такое важное внимание именно дню Новолуния. Друзья, если вам нравятся мои видео, подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь со своими друзьями. Я приму это как вашу благодарность за мой труд для вас. А для всех, кто хочет учиться астрологии, приглашаю у вас в мою авторскую международную онлайн-школу. Ссылки ищите в описании под видео. До 12 января включительно нужно завершить определенные дела, отдать долги, подвести итоги работы и не перегружать свой организм большими физическими нагрузками. Наше тело в дни Новолуния имеет наименьший иммунитет. Так что берегите свои как физические, так и психологические силы. Через отрицательные эмоции мы теряем свою энергию, а через положительные восстанавливаем и приумножаем. Улыбайтесь больше и поддерживайте своих любимых людей. Не все люди понимают, что с ними происходит в такие дни Новолуния. В нашем астрологическом календаре на 2021 год, на странице января, мы видим, что точная фаза Новолуния произойдет 13 числа в 7 часов 0-1 минуту по Киеву. Если вы проживаете восточнее, ваше время отличается от киевского, эту разницу в часах прибавляйте, а если проживаете западнее, то разницу во времени между нашими городами отнимайте. Точное время Новолуния нужно знать по трём причинам. Первое. Плюс-минус час от этого времени по возможности освободитесь от любой суеты. Один лунный цикл заканчивается, начинается новый. Состояние между циклами — это особое состояние. Мы отпускаем с благодарностью старое и приветствуем новое. В сам момент Новолуния, который происходит одновременно на всей Земле, мы общими силами всех людей, понимающих этот процесс, закладываем программу развития и эволюции. Это может быть ваша личная молитва об общем благе Земли и людей, добрый энергетический посыл, пожелание блага для всех. И когда такую духовную работу делают много людей в единый момент времени, верьте или не верьте, но Земля, как живой организм, восстанавливает свой энергетический баланс, а затем помогает нам, людям, восстановить свой. А дальше, после такой медитации, наступает по-настоящему волшебный час для планирования в уме или лучше на бумаге своих дел на лунный месяц вперед. Итак, 13 января в первый час первого лунного дня с 7 до 8 часов утра по Украине и с 5 до 6 часов утра по Гринвичу планируйте свои дела на месяц вперед. Следующее новолуние произойдет 11 февраля. Все то, о чем вы в этот особенный час думаете, прописываете, формируете мыслеобразы желаемого результата, все это имеет больше потенциальных возможностей стать реальностью вашей жизни. А дальше нужно работать, конечно, чтобы реализовать свои планы. Но удивительным образом все получается. С 13 по 28 января мы с вами проживаем период растущей Луны. В этом интервале времени все пробуждается, начинает активно расти, развиваться. В природе семя, посаженное на растущей Луне, имеет больше шансов прорасти, благоприятно развиваться и в свое время дать хороший урожай. В этот же период рекомендуется посадка рассады и пересадка комнатных растений. Они прекрасно растут и развиваются. Поэтому астрологи рекомендуют использовать данный период для начинаний в любых делах. Можно начать цикл физических упражнений или заняться циклом плановых лечебных процедур. Давайте вернемся к календарю. Период растущей Луны всегда длится от дня новолуния 13 января до дня полнолуния 28 января. Когда будете выбирать благоприятный день и времени, попадите важными начинаниями на периоды Луны без курса, которые выделены в календаре желтыми цифрами на фиолетовом фоне. Например, мы знаем, что третий лунный день, 14 января, благоприятен для инициативы. Но начать процесс лучше до 11.30. После 11.30 период Луны без курса – неэффективное время для начинаний и стартов. 15 января пропускаем по той же причине неэффективности процессов. Луна без курса целые сутки. В такие дни не оформляйте важных документов, не делайте дорогих покупок, а лучше заняться обычными текущими делами. Наше внимание в такие периоды Луны расфокусировано. Мы часто рассеяны, поэтому постарайтесь быть более внимательными, особенно за рулем и при выполнении определенной работы. А теперь внимание! В информации для профессионалов и любителей вы видите, что 18 числа и плюс-минус как минимум 3 дня, то есть с 15 по 21 января, на небесах Юпитер сделает напряженный аспект квадратуры с ураном. Это характеризуется так. Неожиданные события во многих сферах жизни не способствуют коммерческому и финансовому успеху. Возможные ошибки в работе, неоправданные финансовые притязания. Поэтому эти дни с 15 и по 21 января я не рекомендую для больших и важных социальных процессов и личных событий. Текущие обычные дела можно делать в любые дни. А вот дальше пятница, 22 января. Пожалуйста, спланируйте этот день заранее, чтобы все успеть. Я выделила его оранжевым цветом, как благоприятный день. Это прекрасный день для дорогих покупок, свадеб, финансовых мероприятий, заключения соглашений. Земной знак Тельца, в котором находится Луна, очень благоприятствует всем реальным земным делам. 23 января не выделен в календаре благоприятным цветом, потому что Венера, планета взаимоотношений, в этот день проходит по сложному градусу. Назовем это так. Бояться этого не нужно, ведь благодаря трудностям мы становимся мудрее. Но если можете перенести дело на воскресенье, то так будет лучше. А 24 января, воскресенье, особенно после 11.40, благоприятный день для важных дел. Его энергетика зависит от положения Луны в близнецах. Это очень подвижный контактный день, знакомства, встречи друзей, единомышленников, конференции, брифинги, обучение, чтение. Очень рекомендую прогулки, так как наши легкие, особенно в такие дни Луны в близнецах, нуждаются в большом количестве свежего воздуха. 25 января. Опять весь день Луна без курса. Пропускаем, просто трудимся в рабочих буднях. А дальше мы с вами подходим к полнолунию 28 января. И плюс-минус день-два возможен за шкал эмоций, которыми трудно управлять. И все же контролируйте себя, друзья. Накануне полнолуния, 26 и 27 января, Луна в раке. У людей повышенная чувствительность и ранимость в общении. Берегите чувства друг друга. А само полнолуние 28 января происходит с Луной во Льве, когда особенно уязвимой становится сердечно-сосудистая система. Берегите свое здоровье, не грузите себя. Всех дел не переделать, особенно в такой период. Сохраняйте гармонию в душе, мир в отношениях и будете здоровы. А дальше снова обращаем внимание на информацию для профессионалов и любителей. 29 января – знак на небесах для всех людей на Земле. Марс в соединении с Черной Луной. И весь период с 27 по 31 не рекомендуется принимать важных решений и начинать новые проекты. Возможные ошибки, просчеты, конфликты. Период неблагоприятен для организации бизнеса, свадеб, судов и дорогих покупок. Направляйте свою энергию и активность в эти дни только в мирное русло. Итак, спланируйте период растущей Луны так, чтобы использовать благоприятные дни и не попасть с начинаниями в сложные периоды. А теперь обратим внимание на вторую половину лунного месяца, на период убывающей Луны. На нашем годовом графике 2021 года мы видим с 30 января по 21 февраля период ретроградного Меркурия. Дело, начатое в такой период, будет тормозиться и не даст хорошего результата. Я рекомендую в такие ретроградные периоды заняться подготовительными работами к будущим важным процессам, которые вы сможете спланировать на следующий благоприятный период с 22 февраля до 20 мая. Традиционно Меркурий отвечает за все виды связи, включая переговоры, прием на работу, обучение, редактирование, исследование, продажи и покупки. В данный период может возникать недопонимание важных для нас отношениях, может замучить забывчивость, рассеянность, допускаются досадные ошибки в документах. Такие периоды ретроградного Меркурия в течение 2021 года будут еще два раза – с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 19 октября. В такие периоды не рекомендуется начинать важные социальные дела, подписывать серьезные документы, делать значимые дорогие покупки. Все дела, начатые в это время, могут тормозиться и не давать того результата, которого вы ожидаете. Будьте готовы к разного рода поломкам техники, телефонов, задержкам в пути, досадным ошибкам. Многим, скорее всего, придется заниматься ремонтом, починкой, устранять проявленные слабые места, переделывать определенную работу. Вокруг все в лучшем случае будет двигаться медленно, размеренно, а в худшем вообще буксовать на месте, требуя от вас дополнительных интеллектуальных или финансовых затрат, чтобы сдвинуть это все с места. Но если в данный период ретроградного Меркурия у вас не получается отложить важные дела на другой период, то в крайнем случае используйте следующие дни. Они минимизируют возможные трудности. Это 2 февраля. Третье, только после того, как закончится Луна без курса, после 16.15. 5 февраля, до 11.22 и после 19.17 пропускаем Луну без курса. Дальше 6, 8 и 9 февраля до 19.24. А дальше у нас будет новое видео о следующем лунном месяце, и я вам расскажу, как лучше распорядиться его потенциалом. А все, у кого уже есть наш астрологический календарь, могут воспользоваться информацией на четных страницах и спланировать свои важные дела на любой месяц года заранее. Печатная версия календаря постепенно заканчивается. Если вы живете на Украине, то в условиях наступившего локдауна лучше заказать печатные календари в интернет-магазинах. Я оставлю ссылки на них под видео. Если вы живете в другой стране, то тогда вы можете подписаться на наше мобильное приложение к астрологическому календарю. Ссылочка также будет под видео. А теперь давайте заглянем в гороскоп Новолуния 13 января 2021 года. Знаете ли вы, друзья, что Новолуния по-другому называется Лунация, и по данному космическому явлению можно прогнозировать ситуацию на месяц вперед? Сейчас мы это с вами и сделаем. В гороскопе или космограмме любого Новолуния самыми главными планетами всегда являются Солнце и Луна, и стоят они всегда вместе в одном градусе. В случае данного Новолуния 13 января Солнце в соединении с Луной находится в 24 градусе Козерога. Козерог – знак земной, символизирует ответственность и дисциплину. Он помогает каждому из нас научиться ставить перед собой серьезную цель, а затем упорно, шаг за шагом ее достигать. На космограмме Новолуния 13 января я убрала пока все планеты и оставила только два светила. Особую значимость данному тандему двух светил придает маленький, но очень мощный Плутон в соседнем 25 градусе Козерога. При прогнозировании ситуации в своей жизни по карте Новолуния нам с вами нужно будет поместить данный градус вместе с Плутоном в свой гороскоп. Прежде всего данная Новолуния активирует Солнце людей, рожденных с 11 по 15 января. То есть всех тех, кто празднует свой день рождения в день самого Новолуния плюс-минус два дня от него. Новолуния подтолкнет этих людей к действиям, результаты которых они смогут увидеть уже в течение данного лунного месяца. Напомню, что Лунный месяц длится от Новолуния до следующего Новолуния. Если у вас есть любые планеты в секторе с 22 по 26 градусах Козерога, этот Лунный месяц важен и для вас. Это знак, инициирующий вас к соответствующему действию. А теперь давайте отметим людей, которым придется в течение данного лунного месяца потрудиться больше, чем другим. Это люди, рожденные в апреле с 11 по 15, в июле с 13 по 17 и в октябре с 14 по 18. Градус Новолуния кинет вызов и разбудит самую главную планету вашего гороскопа Солнца. Принимайте его вызов. Вы справитесь, задачи дают всегда по силам человеку. Гармоничная программа данного лунного месяца включится у людей, рожденных в марте с 11 по 16, в мае с 11 по 16, в сентябре с 13 по 18 и в ноябре с 13 по 18. Не сидите на диване, а проявите себя поактивнее, и у вас все легко получится. Дорогие мои друзья, изучайте астрологию, познакомьтесь со своим личным гороскопом, и если в секторах с 22 по 26 градусах определенных знаков, указанные мною кружками, у вас есть такие планеты, как Луна, Меркурий, Венера, Марс и даже Юпитер с Сатурном, вы также являетесь полноправным участником данной космической лотереи. А теперь уберем все кружки, линии, стрелки и познакомимся с полным гороскопом первого новолуния в 2021 году. Вот полная космограмма новолуния 13 января. На ней мы видим все аспекты, которые проговаривали ранее, когда я давала рекомендации, в какие дни лучше реализовывать важные события, а в какие нет. Эти аспекты будут важны именно в данном лунном месяце. Прежде всего, это напряженная квадратура Юпитера и Урана, которая станет точной 18 января и может проявить неорганизованность и ошибки в работе. Также важными событиями месяца будут два соединения Марса в знаке Тельца, сначала с Ураном 20 января, а потом и с Черной Луной, которая произойдет 29 января в дни полнолуния. Это конфликтные аспекты. Не воюйте ни с кем, особенно в эти периоды. Решайте все вопросы, поднимающиеся на поверхность вашей жизни, через гармоничные красные аспектные линии к Венере. Постарайтесь решать любые задачи с любовью и пониманием по отношению к другим людям. В этом месяце это очень важно, особенно если вы попали в космическую лотерею напряженного характера. Мои друзья, каждая новолуния, которая происходит один раз в месяц, последовательно ставит перед каждым из нас все новые и новые задачи. Каждая новолуния года происходит по следующих знаках Зодиака. В нашем печатном календаре на картинке планетарных часов января новолуния отмечена символом черного кружка, и мы видим, что это событие происходит в 24 градусе Козерога. Но мы с вами можем открыть следующую страницу календаря и увидим, что следующая новолуния произойдет 11 февраля в 24 градусе Водолея. Это уже следующий знак и новая задача. Этот градус включит в работу людей, у которых с 22 по 26 градусах Водолея окажутся планеты. А в марте новолуния произойдет в 24 градусе Рыб и так далее. Вы видели, что каждый раз новолуния переходит в последующий знак Зодиака. Если вы знаете свой гороскоп, вы также знаете, где у вас расположены планеты и какие знаки у вас попадают в какие определенные дома. И это уже индивидуальный момент у каждого человека. Дома гороскопа — это сферы жизни, их тоже 12, но они могут иметь разную протяженность. И каждая новолуния года последовательно активизирует каждый дом или сферу нашей жизни. Например, денежную, семейную, сферу путешествия и образования, детей и родителей, сферу вашей карьеры. В каждый месяц года очень индивидуально для каждого человека мы решаем ту или другую задачу и благодаря этому можем улучшить состояние своих дел. Мои друзья, в 2021 году будет ровно 30 лет, как я изучаю астрологию. И на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что это самая мудрая наука на Земле. Астрологов часто называют юрист-консультами космоса. Опираясь на определенные состояния планет в тот или иной период года, в своих видео на Ютубе я могу давать лишь общие рекомендации для всех людей. Космические новости, как написала одна подписчица. Но у каждого человека есть индивидуальный гороскоп рождения, и он на символическом языке показывает его потенциал. Гороскоп не может быть плохим. В нем прописаны наши таланты и способности, в нем есть задачи и уроки, которые нам нужно пройти, чтобы стать мудрее и лучше. Каждый человек — это уникальная Вселенная. Таких, как вы, больше нет на Земле. Именно потому, что я ценю вашу индивидуальность, я никогда не буду давать прогнозы по знакам Зодиака. Ваше Солнце в личном гороскопе может находиться, например, в знаке Зодиака Овен, и вы знаете, что от рождения вы Овен. Но ваша Луна может находиться в противоположном знаке Весы, Меркурий в Рыбах, а Венера, например, в Тельце, а еще есть шесть планет в остальных знаках. И поэтому вы можете не узнавать себя во многих характеристиках своего Солнечного знака, так как каждая планета через свой знак будет наделять вас определенными качествами. Каждая планета, находясь в своем знаке, показывает через ваш индивидуальный гороскоп, как вы хотите жить, чтобы быть счастливыми. Состояние счастья внутри нас четко показывает, на верном ли мы пути, выполняем ли мы свою миссию. В каждом дне для каждого из нас есть высший смысл. Каждый лунный месяц, как маленькая жизнь, помогает нам делать всю необходимую работу, приближающую каждого из нас к своему счастью. До новых встреч на нашем канале, мои друзья! Субтитры создавал DimaTorzok